Да, особо и в эфире. Добрый день, меня зовут Владимир Сметанин. Со своим особым мнением сегодня у нашей студии Валерий Торула, руководитель Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса, президент некоммерческого партнерства Биотехнологических кластеров Кировской области, депутат УЗС прошлых созывов. Тут еще можно продолжать, еще представлять. Валерий Николаевич, добрый день. Добрый день. Напоминаем слушателям о том, что на сайте Кирова.ру есть видео и аудиотрансляция нашего эфира, есть специальная форма для того, чтобы вы могли задать свой вопрос гостю особого. Кстати, вопросы есть? Парочка, я чуть позже их вам озвучу. Но пока что называется «Кой железо пока горячо». Несколько минут назад закончилась программа «Дневной разворот», и мы... Проблемы предпринимательства... Я почувствовал здесь горячую обстановку. Да, да. Проблемы предпринимательства нашего обсуждали вместе с Андреем Усенко и Андреем Вавиловым. Судя по их словам, пациент скорее жив, чем мертв. Хорошо, что не мешают. И все-таки вы тоже, ваше экспертное мнение по поводу предпринимательства, его жизнеспособности в настоящий момент в нашем регионе. Я несколько только аспектов посвящу для того, чтобы диагностировать состояние здоровья пациента. Ну, первый пример. В ноябре месяце состоялся съезд, второй съезд предпринимателей Кировской области, который принял достаточно серьезное решение и так далее. Мы их отсылали во все инстанции, просили встречу, в том числе в федеральный уровень власти, в Министерство экономического развития, в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, в том числе в наше правительство. И самое удивительное то, что наше правительство Кировской области, оно просто не обратило на это внимания, на те документы, на те вещи, которые, в общем-то, обсуждали предприниматели, делегаты из 29 районов. А каким образом оно должно было обратить внимание? Как это реагирует? Прислано документы для того, чтобы они могли высказаться, принимаются эти документы, не принимаются, где точки соприкосновения есть. Более того... То есть вы отправили и как-то это бесследно? Все бесследно, без всякой реакции. Мы тогда попытались проинициировать Координационным советом съезда предпринимателей, который избран съездом, был как руководящий орган до следующего съезда, который должен выполнять принятые решения. Мы попытались организовать встречу сначала с губернатором. Ноль эмоций для согласования позиций. Потом попытались с Куземской. И до сегодняшнего дня... Одна из заместителей предпринимателей. Которая ведет и отвечает за данное направление. Сначала с Кочетковым пытались встретиться, потом с Куземской. И до сегодняшнего дня... А какой уже месяц идет у нас? С ноября? Ну, полгода прошло уже. Больше, больше, да. Больше полгода прошло. Поэтому говорить о том, интересен ли предмет для нашего правительства с точки зрения пациента, то, наверное, мы можем отсюда сделать определенный вывод. Скорее всего, нет. То есть, глухая стена. Вы почувствовали глухую стены. Скорее всего, нет. Второй пример приведу. Значит, мы провели определенную учебу для малого бизнеса, для того, чтобы в новых условиях адаптировать предпринимателей. На инициативной основе прошла учеба. На наш взгляд, она была хорошей в январе месяце. Дальше по цепочке попытались районные предприниматели в районах организовать аналогичную учебу. Либо хотя бы встречи информационные у себя в районах. Арбаш состоялась встреча, а дальше все было заблокировано. Это как? Ну, очень просто. Корбун, что вы располагали? Луза с Лободской. Попытки предпринимателей на местном уровне организовать такие встречи, где довести информацию перспективного характера, адаптировать предпринимателей к тем тенденциям, которые имеют на сегодняшний день. Поставить вопросы о кооперации, о возможности взаимодействия и так далее и тому подобное. То есть дать некие вектора программного характера на соединение усилий и снижение стоимости продукции, производимой предпринимательской средой, мы начали блокироваться. Подождите, что значит блокировать? Местные администрации, они просто стали закрывать двери, предприниматели отодвигают и говорят, нам это не надо. Подождите, вы на какой-то площадке хотели собрать? Конечно, в каждом районе. Вот как в Арбаже приехали, на площадке администрации собраны предприниматели, которые, вы сказали, больше живы, чем умерли. Мы с ними провели переговоры и представили им возможность. Это другой вопрос. Примут они эту информацию или не появятся? Но представить возможность довести нужную информацию, в Арбаже это удалось. А дальше начали блокировать районы, они не соглашаются. Они посетили, что ли, пару праздников? Конечно. Мы-то схему-то изменили. Мы сказали, тогда приглашайте, потому что информация нужная, на примере того же Арбажа. Это надо делать, приглашайте. Не я туда еду и говорю, здрасте, я ваша тетя, вот я хочу что-то сказать. А это свидетельство о том, что никому это что? Не надо, они не приглашают. Она тема-то ясна, она уже распространена. Ну, сейчас распространили анкету определенную, для того, чтобы сделать и вскрыть ту проблематику, которая на сегодняшний день волнует предпринимателей. Для кого? Для предпринимателей по всей волне. Бизнес-ферепись на месте? Нет, анкета предпринимателям была распространена, что, как, как они видят, куда видят, к чему можно стремиться и так далее, чтобы не останавливать этот процесс. А властным правительством было организовано? Здрасте. Самими предпринимателями. А самими предпринимателями? Конечно. Но благо мы обратились к Чаузову, и Чаузова поддержала эту идею, да, и помогла в этом отношении распространить. Но инициировал-то не правительство, ничего. Мы продавливаем эти вопросы, которые должны постоянно муссироваться. А со стороны правительства мы получаем соответствующие отписки. А у нас уже все вопросы решены. Формы поддержки предпринимательства такие-таки известные. Но при этом умалчивается, что ряд форм поддержки, которые были раньше, они ликвидированы. В частности, инновационные деятельности и так далее. Грантовые поддержки. То есть, годы там были, да, в том числе. Да, грантовые поддержки. Они все ликвидированы. Поэтому, вот, строить иллюзии, что скорее же... Третий еще пункт не назвали. Нет, я два премьера просто назвал. Да, я два премьера назвал, но я могу и другие премьеры называть, связанные с тем же вопросом. Если вот сегодня утром заместитель Мантурова уступал о том, что сферу торговли там усовершенствует, выноситься будут изменения в закон о торговле и так далее. Мы будем стимулировать развитие малого предпринимательства и нестационарной торговли. И у меня сразу настроение испортилось. Каким образом бомбили этот... Ну, эту эпопею мы все помним. Да, нет, слушайте дальше. Вы там были... А судебный процесс-то, так уголовное дело, доследственная проверка показала, что состав преступления, признаки уголовного дела есть, но до сегодняшнего дня дело уголовное не возбуждено. А около 70 объектов были разгромлены и уворованы. Без решения суда у профсоюзной организации малого предпринимательства. И я так рассчитывал, что новое правительство придет, как сказал нам губернатор, мы наведем элементарный порядок, да? А где этот порядок? Ни прокуратура, ни полиция, ни губернатор, ни его заместители не реагируют на то, что был осуществлен беспредел по отношению к предпринимателям. Поэтому, ну, я не знаю, скорее складывается впечатление, что на территории, вот оно как-то там идет себе, вот что-то они там шевелятся, а местная администрация не промотивирована, и вот все мучаются, варятся в собственном соку, и кому это надо? Да никому это не надо. Вот какая ситуация. И что, эти все связи, эти схемы, это не все, и не изменить? Почему? Я, например, я рассчитываю, нет, ну, в данном отношении, вот завтра состоится у нас Президиум Ассоциации защиты прав малого бизнеса. Мы будем эти вопросы обсуждать. С Куземской мы все же будем пытаться встретиться для того, чтобы согласовать некие вектора. Но самое главное другое. Мы взяли за основу своего поведения тренды, которые существуют на федеральном уровне, учитывая, что у нас никаких трендов нет, да, взяли их, адаптировали к нашим... Ну, тренды, это есть... Это что? Поведение-то я имею в виду? Поведение... Вы будете себя высоко позиционировать? Есть, на федеральном уровне существуют определенные направления, которые названы приоритетами в развитии предпринимательства. Мы их взяли, трансформировали на нашу территорию без согласования с областью и пытаемся формировать соответствующие действия, бизнесы, ну, скажем, кооперации производства, организмных продуктов. Да, да, да. Ну, а что делать-то? Что делать-то как? Вот и делаем, там, пилотные проекты сейчас запускают, фермерские разделения. Помните, мы тогда поднимали вопрос органического сельского хозяйства, да, и когда производитель, производство и реализация товаров местных производителей, помните, да, была тема, да? Тогда нас долбали, долбали, а сейчас Министерство сельского хозяйства и правительство федеральное на уровне Дворковича требуют отчетности, а что вы сделали для органического сельского хозяйства? Да, 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 да. То есть идет какой-то непонятный процесс и начинают спрашивать справки о том, что сделано, а в результате делалось все для того, чтобы ничего не делалось. И мы героически на баррикады выдвигаемся для того, чтобы что-то делать. Ну, какой-то кошмар, перевернутая схема, ну, зазеркалие какое-то, это что-то ужасное. А может быть это и неплохо с другой стороны? Ну, невозможно случаться, ну, не слышат, ну, хорошо, не мешает, ну, я вот недавно приехал, был и рад, я не хотел ехать, но рад, что я поучаствовал. Была вторая международная конференция кластеров, были представители зарубежных кластеров, наши кластеры, и там звучала одна очень серьезная тема, ну, кому это интересно подробнее, они могут в интернете посмотреть, она называется тема «Тройной спирали». Смысл ее заключается в следующем. А. Двигателем развития территории государства может являться только малый бизнес. Это первый посыл. Второй посыл. Драйвером развития этого малого бизнеса является наука, университет. И третий посыл, что это должно синхронизироваться с органами власти. Вот это тройная спираль. Она должна быть синхронизирована и должен быть посыл движения в развитии экономики. Это все-таки равноценные, да? Они неравноценные, по весу, наверное, неправильно, а они взаимодополняющие. Если хотя бы один элемент не работает, эффективности не будет, синергии не будет. Это гармонично. Гармонично, да. Вот три спирали, они должны гармонично вот эти щелчки делать, вот эти вот синергетические потенциалы выталкивать, да? Это, причем это требует минимальных затрат, и опыт показывает там Испания, скажем, страна басков, Каталония, Франция, Финляндия, наши территории. И когда я им начал рассказывать, а как мы свой малый бизнес в сфере биотехнологии пытаемся объединить и каким образом сделать, они вот так глаза открыли и говорят, да что, это у нас что-ли в России делается? Мы думали, только за границей делается. Следовательно, к чему я подвожу? Есть вот эти направления, которые определены на федеральном уровне. Мы их взяли за основу и пытаемся втолкнуть в эти направления малый бизнес. Не того, чтобы он опять мучился, а все равно наша власть, она придет и скажет, а нам этим надо заниматься. Вот как с органическим сельским хозяйством, сегодня справки уже собирают, чтобы отчитаться перед федеральным уровнем. То есть вы все-таки ждете и надеетесь, что у нас помердется той самой стороной, которая... Мы поменяли тактику и мы считаем, что если мы будем делать дело, то правительство никуда не деться, оно все равно придет к нам. Это правительство или следующее? Ну, это отдельная тема, я думаю, это правительство пока не имеет шансов прийти к нам. Хорошо, это особое мнение Валерия Турула, у нас небольшая пауза на несколько секунд, мы сбору продолжим. Особое мнение Валерия Турула в эфире. Давайте в этой теме экономической, социальной, вернее, уже экономической останемся. Официальная статистика говорит о том, что серьезных провалов у нас в регионе вроде как нет, серьезных достижений тоже нет. И вот это вот, не знаю, как это назвать, ни шатка, ни валка, стагнация, ни стагнация уже продолжается многие-многие годы, да? Несмотря на кучу каких-то, ну, нечто изменений, процессов. Вот, ну чё-то возьми, такое своеобразное экономическое чудо-то может быть в регионе. Володь, ну, что я тебе скажу в этом отношении? Я думаю, что статистика официальная, это штука такая, которую куда хочу, туда и поверну. И не факт, что там сказана правда. Это первый посыл. Второй посыл, он заключается в следующем. Помните, когда я был еще депутатом, этим председателем комитета, я говорил, тогда Белых, да, Белых тогда говорил, и говорил, Никита Юрьевич, ну, у нас проще переживать кризисы. То есть все с какой-то высоты падают, и дно там у них еще далеко, и они падают, а нам-то падают некуда, практически мы уже на дне находимся все время. И мы ждем, когда же мы пойдем вперед, и я анализировал тогда бюджет Кировской области и говорил, что с 2004 года у нас не повысился бюджет в реальных показателях, не в номинальных, а в реальных, с учетом инфляции, а наоборот сжался, он сжался бюджет. Я говорю, о чем мы вообще-то говорим, у нас-то вымирающая, ликвидируемая область с точки зрения экономического развития. Это второй посыл. И третий посыл, он заключается в следующем, мимо ушей это прошло, я не знаю почему, но прошлый год подведение итогов показал, что на 17% номинальные доходы, не реальные доходы, а номинальные доходы населения Кировской области упали. Что это означает? Так где вы такую информацию брали? Я ее брал официально, она была доступна, это информация. Орданами статистики? Конечно. Это доложено было, что на 17% Кировской области номинальные доходы упали. Что это означает? Если мы наложим туда показатели инфляции, это еще выше показатели, реальные доходы значительно ниже упали, а это означает, что структура потребления у людей резко изменилась. То есть, приоритеты в потреблении тех или других товаров изменились. И еще один показатель. Около 60% на сегодняшний день сфера услуг составляет прожиточный минимум человека в Кировской области. Около 60%. А по нормативам экономическим не должны превышать 25%. Следовательно, люди на сегодняшний день, по сути, поставлены в серьезную вилку, когда они вынуждены отказаться от пищи, чтобы заплатить ЖКХ и все там сферы услуг. Иначе их в прокуратуру начинают таскать и везде и так далее и тому подобное. Вот она ситуация. И когда нам говорят, она не ухудшилась по органам статистики, извините, я мягко скажу, врут. Ухудшилась. И существенно. А если посмотреть сферу малого и среднего бизнеса, реальный сектор экономики, то на сегодняшний день более половины этого сектора вынуждена простаивать. Если работает, то максимум на 30%. Отсутствие денег... Простаивает с надеждой возобновиться? Конечно, конечно. Они рассчитывают, что деньги появятся, а денег-то нету, потому что Центробанк тоже очень хитрую штуку сделал. Он увеличил резервы, денежные резервы, и деньги через несколько оборотов осели в банках неподвижно. Остались только виртуальные, квази-деньги. Все, денег-то нету. А люди-то покупать магазин-то ходят за реальные деньги, которые они должны получить, а на 17% упали. А каждый рубль должен 5-6 раз обернуться в течение года по товарообороту. Вы можете представить, на какие суммы мы упали вообще в реальном реализации продукции? В сферу услуг деньги уходят. Но там начинают еще и кислород перекрывать. Ну все, что ли? В тупик зашли? Все? Я думаю, что да. Я думаю, что да. Но я не думаю, что это уже дно. Еще дай на дно. Я думаю, что мы думали, что это дно, а там оказался канализационный люк, и его кто-то взял и открыл. Мы коснулись дна, но кто-то открыл этот канализационный люк. Мы дальше падаем. Какая там глубина, я не знаю, что там за коммуникации такие. Понимаете, да? И вот если посмотреть на наше правительство в сегодняшний день, у них все хорошо, у них все замечательно. И как вы сказали по статистике, да, региональное, да и федеральное уровень правительства. Когда хитрая махинация была проведена с прожиточным минимумом. Когда снизили прожиточный минимум, отсюда сказали, жизненный уровень населения поднялся. Нормально, да? Но при этом с субсидий и с льгот кинули людей, которые стали превышать теперь прожиточный минимум. Понимаете, вот эти вот вещи. И теперь медведи вчера или позавчера там выступают. А надо повышать прожиточный минимум. Надо повышать мрот, да, минимальный размер оплаты труда. И приводить их к соответствию. То есть сначала кинули этот показатель. Теперь его надо поднимать, и вот защитники народа. Ядрик твою налево. Да что же это такое творится-то? Вы почему с людьми-то заигрываете и ставите их ни во что? Вы что думаете, что они не понимают этого, что ли? Да они на своей шкуре это чувствуют. А как люди должны вообще реагировать? Вы так реагируете. Ну, это касается, наверное, следующего вашего вопроса. А где мы там в политике, и что мы там должны делать или не должны делать? Про политику тоже хотят. Да, но вот смотрите, на мой взгляд, сегодня люди, они находятся в поиске, а что делать. И скажем, если движение за отмену закона о капитальном ремонте в Кирово-Чепецке, оно действует, там больше ста человек, создана своя первичная ячейка Российского объединенного трудового фронта на этом деле. Каждый месяц проводятся собрания, люди стоят, и они говорят, а мы, учитывая подобную ситуацию, мы платить за капитальный ремонт не будем. И это количество людей растёт, потому что не из-за того, что они не хотят, а из-за того, что они могут. Но у них объяснение простое, это добровольный фонд. Поэтому сегодня я не могу платить добровольно, я не буду платить, но дальше на них начинают наступать, а люди совместно разработали уже тактику и стратегию в судах, в прокуратуре и так далее. И суды-то они выигрывают. То есть к ним приходят судебные приставы с судебным приказом, а они не соглашаются с этим, и суда отменяют эти приказы. Вот как-то специально это... Конечно, эта работа идёт уже два года. Вы мониторика, да? Конечно. Вы этим занимаетесь? Конечно, мы этим занимаемся, у нас группа юристов этим занимается. А почему в Чепецке? А вот ситуация, вы, наверное, помните, что Кирово-Чепецк в своё время отказался за капремонт платить практически полностью. Помните, это скандал был? Ну, это серьёзное, да, выдвижение. Митинги, захват чуть ли этого городской администрации был. И я тогда... В 15-м году. Да, я был депутатом, и я сказал, ребятам у вас не бросим, давайте я вас поддержу и будем выходить на цивилизованное русло. Как правильно это всё делать, для того, чтобы государство не обеспечило обдираловку вокруг вас. Поэтому вот до сегодняшнего дня это всё движется, у нас тоже есть такая организация, она значительно меньше, но тоже есть неплательщики, которые объединились вот в эту группу, они разработали несколько вариантов, как правильно повысить ответственность за капитальный ремонт государства и говорят, мы будем платить в капремонт при условии гарантии, государственной гарантии, что он будет осуществлён. И по факту осуществления этого капремонта. Ну, по принципам ипотеки и так далее. И целые схемы были предложены, они отправлены Хованской, там, в государственную думу и так далее. Другое дело, что опять молчат. Схемы-то предложенные. Активизировать, наоборот, капитальный ремонт и сделать его качественным, прозрачным и так далее. Нет, не идут на сегодняшний день на эту схему власти. Ни местные, ни областные, ни федеральные. Лидеральные для меня сразу становятся, как экономисты, понятны. То есть, на мой вопрос, как реагировать на это людям? Да, объединяться. Объединяться и отстаивать твёрдо свою позицию. Абсолютно. Не поддаваться. На сегодняшний день это провокация, иначе сдохнешь. Как говорят, у нас есть чего терять, но если мы не будем сопротивляться, потеряем последние трусы. Есть такой поговорок. Реклама у нас сейчас с Валерией Турулой, гость программы «Особое мнение», руководитель Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса, президент коммерческого партнёрства «Биотехнологический кластер» в Кировской области, депутат ОЗС прошлых созывов. Продолжим через минуту. Продолжаем наш разговор с Валерием Турулой. Я всё-таки должен содержать обещание, озвучить вопрос, оставленный на сайте kirov.ru. Сдаёт вопрос ваша тёска, кстати, тоже Валерий подписался. На ваш взгляд, Валерий Николаевич, три показателя назовите, по которым можно проверять, вернее оценивать эффективность деятельности региональных властей и органов местного самопрофима? Три, не знаю, много это мало показателей. Я попытаюсь, как я вижу, в общем-то, эти вещи. Вот недавно у меня один из предпринимателей, которого я консультирую, приехал из Прибалтики. И он, как вот те купцы, которые... Он там работает в Прибалтике? Нет, он работает здесь. И он говорит, вот как те купцы, которые поехали, какое дивное ты видел, там, эта сказка о царе Салтане. И он говорит, слушай, в Шауля я приезжаю, а я хочу там реализовать нашу продукцию. Меня мэр лично встречает. И председатель торговой палаты. И говорит, а что вам надо? Вот только завод у нас постройте. Он говорит, да мне надо земли. Сколько? Ну, он говорит, ну, не знаю, она говорит, гектаров 20. Они говорят, вот 100 гектар, полтора миллиона рублей платите. Всю инфраструктуру мы берем на себя подвезти. Только стройте. Полтора миллиона? Рублей. А где? 100 гектаров. Евросоюз. Евросоюз. Да, Прибалтика. Дальше он говорит, они говорят, мы вам и кредитом поможем. Он говорит, а какие деньги? 200 миллионов даем под 4% годовых. И вот он приехал, он в шоке. И говорит, что ж мы такое видим-то? Но самое интересное, он сказал следующее. А почему же, говорит, ко мне такое было большое внимание со стороны властей? А кажется, ларчик просто открывается. Они находятся на хозрасчете. Экономика работает, зарплаты повышаются, жизненный уровень повышается. Значит, жизненный уровень и чиновника повышается. Значит, первый показатель, это чиновник должен... Заинтересованность личная. Абсолютно. Средний заработок повысился, и у тебя повысился. У него повысился, и у тебя повысился. Но не наоборот. Разрыв не должен существовать. Если ты хочешь, чтобы ты больше зарабатывал, значит, побеспокойся о том, чтобы хорошо экономика работала на твоей территории. И получай эти денежки на хозрасчет. Вот власть, ну, понятно, что буквально мы этого сделать не можем, но какую-то тарифную ставку установить, а остальные премиальные деньги, они должны идти от реальных показателей развития территории. А у нас, получается, хуже стали жить, как в своё время там Коев выходит и говорит, надо исключить из реестра населённых пунктов ещё 15 очередных населённых пунктов. Все исключили, хорошо поработали. На 15-й селённых пунктов стало меньше, да? Критерий номер раз. Да. Номер один. Второй критерий – это критерий заряженности на инновационное развитие экономики. А, то есть всё-таки чёткий взгляд в будущее. Да, совершенно правильно. То есть мы должны быть диалектиками, мы должны отлично понимать, что всё находится в развитии, сегодняшние товары, они завтра умрут, и им необходимо иметь... Если экономика заряжена на эти вещи, значит, правильным путём идём. А что нам сегодня говорят? А нам сегодня говорят, «На хрен там экономик, вон есть крупный промышленный кластер, все будем работать под него, и всё будем туда подводить и так далее». Но мы это уже проходили. Это глупость неимоверная, потому что если глубину любого крупного предприятия посмотреть, оно никогда не будет инновационным, оно будет монополизировать рынок, и дальше, наоборот, класть под сукно, всё, что способствует развитию и так далее. И третий показатель – это демографические показатели. Демографические показатели – соотношение смертности и рождаемости. Его бы можно было и первым поставить. Потому что люди должны, в общем-то, чувствовать себя комфортно на своей территории. Почему люди болеют, почему они рано умирают? Потому что, ну вот как вы сказали, это что у нас есть творится, да? Или там мы в перерыве говорили, вот чувствуется какая-то атмосфера депрессии, напряжённости такой психологической, общей напряжённости, безнадёги такой, что даже глянуть некуда. А всё же демографические показатели, если мы правильно себя ведём, и вот это вот у нас выдерживается, а там уже и медицинские, там всё будет дальше остальное, там и социальные вопросы, где-то рождаемости, и детские сады, и школы, и всё. Вот оно, показатели. Вот три показателя я бы взял. Ну, кстати, по демографии тут можно пошире поговорить. Конечно. Буквально накануне появились эти сведения, Кировстат выбраковал, опять у нас. Это Росстата. В следующем году население области у нас планируется на уровне 1,3 млн человек, к 2036 году ожидается снижение до 1,140 млн, это ужасная цифра, что до такой планки упасть. Ну, и к тому же, параллельно с этим, у нас продолжительность жизни должна увеличиваться. Вот, Володь. Продолжительность жизни, ведь, насколько я понимаю, ну, там простейшие понятия, да, это ведь зависит от многого. Качество жизни, от экологии, от того, что мы едим, мы как себя чувствуем вообще. Вот как это воспринимать? Вот, знаете, вот эти опять вещи, они мне вспоминаются, типа, Борис Николаевич Ельцин объявляет о том, что в течение ближайших полгода цены повышаться не будут. В худшем случае я лягу на рельсы, да. Ну, цены поднялись в тысячу раз, рельсу не нашли, на которую должен лечь Борис Николаевич, наверное, она золотая или бриллиантовая должна была быть, по качеству не та. Вот, поэтому мне напоминает аналогичную ситуацию и здесь. Вот мы сегодня до 35-го года там повысим жизненный уровень, до 76-ти лет. Я еще удивляюсь, почему не до 92-го, там, или 95-ти. Тогда мы первые в мире были. Да, нет, а дальше-то к этому году либо шаг умрет, либо и шаг сдохнет. Ну, что тут вопрос? Что надо, то и нарисуй, господи боже мой. Вот она тема-то, которая... И я не голословно эти вещи говорю. Возьмите, пожалуйста, последним моим шагом председателя комитета было заслушивание Министерства экономического развития по ходу выполнения стратегии до 2020-го года. И мы слушали. И когда министр экономического развития докладывал, там провал, там провал, там провал. А там серьезные циферки. А какой жизненный уровень должен быть у нас по заработной плате, по реальному доходу? Там конкретные цифры были. Ну, продолжительность и так далее, и так далее, и так далее. По всем показателям выполнение было на 20%, на 10%, на 30%. Ни один показатель мы не выполнили. Поэтому это из истории именно этого. Мы будем, по сути, ликвидировать свое население, но жизненный уровень будет повышаться. Да хрен его Бог знает, будет он повышаться или не будет. Но я так думаю, что, наверное, будет, и я бы написал 92%. А вы, наверное, думаете, наверное, не будет. Написали 72 года, а не 76. Ну, кстати, вы знаете, да, безусловно, что рождаемость в нашем регионе упала. Конечно. Упала 19%? Володь, вообще, ужасная статистика, об этом тоже наши люди, наверное, не знают. Я приехал, ну, возьмем даже Арбашский район. Статистика такова за прошлый год. 4,6 превышение раза превышение смертности над рождаемостью района. А 4,5 раз? Да. Вот она тема. О чем мы там говорили? В 4,6 раза. Ужасная цифра. Конечно. Это только я по одному району сказал. А если мы скажем те же самые выборные кампании и так далее, и там подобное, да, то посмотрите, в Котельнический район приезжаю и говорю, ребята, а сколько у вас избирателей зарегистрировано в районе? 20 тысяч. А сколько реально живущих? 16,5 тысяч. Я говорю, а откуда у вас 3,5 тысячи-то взялось? Как объясняют? А никак. Вот когда нам дали команду, оно у нас и сделано в списке. Вот так оно и сделано. Поэтому нарисовать количество, это тоже такой относительный показатель, да? Представить официально, кто там проверит, что ты будешь ходить проверять, что данные такие. У нас остается буквально несколько минут до конца передачи. Я бы хотел сосредоточиться на городских делах, да? У нас сегодня такое особое ваше мнение получается. Мы с критикой выступаем. Но вот городскую власть, ну, с конструктивной критикой, поясню. Городскую власть можете за что-то похвалить за последний год? Не знаю, что сделано было. Ну, во-первых, я очень неплохо знаю Александра Викторовича, да, Перескокова. Да. Вот. Причем достаточно неплохо. Знаю стиль его работы и так далее. И на мой взгляд, вот эта система его жесткого администрирования, она, в принципе, неплохая система. Но если она по содержанию гуманная и гуманистическая... Как это тут недавно, да, совещание-то было оперативное счетчиком там поставил, да, счетчик, 33 дня до Дня города, Дня России, вы должны все сделать. Да, 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 да. То есть, если это гуманная и разумная такая рациональная вещь, то, наверное, я бы двое-две руки поднял и сказал, Александр Викторович, давай я еще мобилизую наш актив, и мы тебя поддержим, надо там митинг проведем, тряхнем, блин, да наведем порядок и так далее. Ну, как-то оно вот однобоко выглядит, наведем порядок, но на определенных улицах там, да, а дальше люди начинают думать, а почему на этих улицах, а не на этих улицах? Ну, наверное, потому что там основная масса вот этих наших живет, ну, боссов или как их там назвать? Власть придержащих. Да, власть придержащих или кто-то своих и так далее и тому подобное. Поэтому вот эти вот вещи, я понимаю, что объять не объятное невозможно, да, но как-то они должны носить вот этот вот социальный характер признательности общественной очередности, там, где люди сами сказали давайте это сделаем и так далее. Ведь как бы мы там, Никита Юрьевич, он подлец, и я в этом не сомневаюсь, но умный подлец, он очень умело манипулировал вот этими вещами, когда там инициативы снизу шли, там, людей, он понимал, что бюджет на всех не хватит, да, 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 бюджета на всех не хватит, а где есть инициатива, он говорит, вот там есть инициатива, мы туда дадим. Такимца работала. Да, конечно, работала. А дальше народный бюджет он делал, там, копейка на копейку, там, добавлял. 3 миллиона, по-моему. Да, да. Людям давали. Да, и люди вкладывались, и он увеличивал бюджет. И таким образом он маленькую такую вещь превращал в достаточно большую, объемную, порождал некие инициативы. Ну, я его критиковал за это, говорю, а почему людям-то всем положено, у нас среднестатистически наполняемость бюджета идет на каждого жителя, а почему-то у одного забрал, отдал другому. Тема-то должна быть равная, справедливая и так далее. Ну, вот он находил такие механизмы. Вот, к сожалению, Александр Викторович, подобными вещами не пользуется и не хочет пользоваться. Мы для него не существуем. И поэтому оценивать что-то положительное, ну, наверное, те ребята, которые рядом с ним, они оценят. А вот я ничего положительного, в принципе, увидеть не смог. И, больше того, ну, элементарные вещи, если вот ездили по строителям... По проспекту стоит, которого сейчас нет. Ну, есть. Я имею в виду проезжие части. Да, 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 да. Но, как в прошлом году было, как в этом году, и ничего там не делалось. На Солнечное сделали, там, в микрорайоне Мирный, да, по Солнечной заплатке, а здесь ничего не делалось. Проедьте... Скоро начнётся нам еще. Ну, наверное. Нет, ну, подождите, прошлый год, этот год, а вы же стали... Казацкая власть вчера, вернее, она в прошлом году как-то вот извинялась. Извините. Да ну, что мне извинения, ребята? Подвеска у тебя машина есть, у меня машина есть. Кто её будет? Запчасти-то какие дорогие? Слушай, это ку-ку. Ну, что это такое? А проедь, пожалуйста, по Северному кольцу. Там его колеса не хватает. У меня, извини, пятнашка колесо, да? Не тринадцатая, не четырнадцатая. И то я, бум, полностью сажусь на всю подвеску, и бабах, и не выезжаешь оттуда. Ямища вот такие вот, по полметра, а у нас допуск не более пяти сантиметров, насколько я понимаю. Ну, и что, о чём мы говорим? Я тебе этих примеров могу привести. Возьми наше наводнение. Паводок. Паводок, да, паводок, возьми. Красная звезда. Что в прошлом году мы не сигнализировали, мы не говорили, что... Ну, отчитались и всем доложили. Ребята, все меры приняты и устранены, и так далее, больше подобного не допустим. Что творится там? Что творится там? Вот поедьте туда, на Красную звезду. Да я не только, а ко мне люди приходили. Там же создано общественное движение. Когда появились вот эти вот... Сначала на заплатке положили ковры, да? А это же решение-то было прошлого года. И они писали слёзно администрации, что в начале 17-го года мы всё это заделаем, дороги будут нормальные и так далее. И... А Быков тогда доложил о том, что по наводнению, по паводкам у нас все проблемы решены. Что в Вересняках, что здесь. А что в Вересняках сейчас? Как? Это что, распиловка, бабла, да и всё, и не больше ничего. Так, ребята, да, это критически выглядит, но, извините, вы там на должностях находитесь, вы, наверное, меры какие-то принимаете. Если сегодня случилось здесь наводнение, проанализируйте, с чем это связано, примите меры и вложитесь в то, чтобы больше там этого не было. А вас изготовили. Это логично. Конечно, конечно. Валерий Николаевич, 20 секунд. У нас на следующей неделе планируется интервью с временно исполняющими обязанностями губернатора. Вопрос от вас, господин Васильев. 20 секунд. Ну, вопрос, наверное, будет очень жёсткий и резкий. А зачем он вообще пришёл к нам в область? Хорошо, договорились. Валерий Турова, руководитель Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса. Вы же помните, как он говорил? Я пришёл здесь поднять и развивать... Навести элементарный порядок. Элементарный порядок. Нет, он сначала называл развивать нашу территорию, а потом через наведение элементарного порядка. Хорошо, договорились. Всего доброго, до свидания. До свидания.